Вот книга Людмилы «Улицкая лестница Якова», и это, знаете, такая книга, которую ты ещё не дочитал, а уже хочешь её перечитывать, потому что там очень глубокие слои есть разные, или, допустим, там есть рассуждение, а книга там главный герой, он читающийся человек, и он очень много перечитал классики, он о ней рассуждает, и, допустим, он рассуждает о какой-то книге, которую я ещё не знаю, я хочу бросить эту книгу, прочитать ту, о которой он рассуждает, потом вернуться к этой. В общем, очень глубокие слои, здесь очень много, ну, не очень много, здесь неколько сюжетных линий, но это всё история одной семьи, то есть одна сюжетная линия женщины, которая живёт уже в 2000-х годах, но она уже пожилая, и её история рассказана из 70-х до 2000-х, другая линия, это история от начала 20-го века до середины 20-го века, о том, как тяжело было жить тогда, и о том, как в лагерях мотались из-за случайностей нелепых, вот. И одна из линий, это переписка двух людей, которые всю жизнь друг друга любили, но их власть, политика, сталинизма их разлучила, и основная мысль финала этой линии, что брак не может строиться на почтовых марках. И вот я прочту последнее письмо, может быть, не полностью, из переписки, которая длилась 30 лишним лет, людей, которые были созданы друг для друга, и вот так всё заканчивается. Последнее письмо Якова Маруси. Милая Маруня, целую вечность мы не видели друг друга, а, вероятнее всего, больше уже и не увидимся. Мы оба уже стали стариками, проживаем последние годы, подводим последние итоги. Естественно, что мысль прежде всего направляется к далёкому прошлому. Начну с главного. Я был счастлив всю мою молодость. Все 25 лет нашего брака, наши первые встречи, первые годы супружества, осеннили нас такой безграничной радостью, с таким, скажем, прямо счастьем, что даже отплески этих лет должны были бы освещать дальнейшие годы, а помогать смягчать неизбежные углы и шероховатости. Нам всегда было интересно друг другом. Супружеской скуки мы не знали. При всяких новых впечатлениях, при радости, при страдании, при новых мыслях, при творческих попытках, первое желание — рассказать, написать тебе. Я так в розовую это, что смешно сказать, за долгие годы разлуки до сих пор не отвык от этого, и теперь еще нередко должен побороть первую мысль, первое желание — поделиться с тобой. Это не только важное содержание брака, это его сущность, его драгоценность и его гордость. В художественный мир, в котором мы жили общей жизнью, до сих пор радио не перестает меня волновать. Слышали симфонию, вторую симфонию Рахманинова, которая нас познакомила, или Баркаролу Шуберта, которую я столько раз себе аккомпанировал, или Сомнения Глинки. Все эти очарования нашей молодости и по старой памяти повторяю. Минует печальное время, снова увидим друг друга. Не возможно ли это? Суровая судьба заготовила для меня исключительно тяжелую биографию. Удар следовал за ударом, без передышки. Годы странствий шли один за другим. Муж и жена должны выжить вместе, брак не может основываться на почтовых марках. И теперь каждому ясно, что кто разрушил мою семью. И таких, как мы, я вижу вокруг себя тысячи. Я теперь калека, хожу с костылем. Жизнь моя подходит к концу. Мечта моя — повидать тебя. Не будем взбешивать старые обиды. Я никого никогда не любил, кроме тебя. Представляю себе ироническую горечь в своей реакции. Однако кто решится на заучный суд? Кто не желал ни исповеди, ни защиты, тот не имеет права на иронию. Это действительно правда. Ни к чему в моем положении ни фальшивое признание, ни запоздалое пристворство. Я делала много попыток примирения, и все безуспешно. Сначала расстояние, потом отчуждение. Если бы ты согласилась встретиться, или хотя бы решилась послать недружеское слово, это внесло бы в мою жизнь огромное облегчение. Пало бы сплечь тяжесть, которую я ношу много лет. Я хотел бы поцеловать твою руку на прощание. Или хотя бы письмо написано твоей рукой. Спасибо за прошлое. Я счастлив был бы повидать тебя, когда буду в Москве. Ивочка живет в том же доме на Острожнике, откуда меня забрали 6 лет тому назад. Адрес и телефон тебе известны. И при желании ты могла бы связаться через нее. Як? Ответа не последовало. Спасибо. Ну что, есть у нас все желающие поделиться чем-нибудь? А время у нас... Время, я знаю, у нас не ограничено, я так понимаю, или ограничено, Ксюша? Компенсация за прошлый раз. Да, прошлый раз мы раньше закончили, так что если хотите... Компенсация за прошлый раз.